Всем привет! В эфире Ньюсбокс. Меня зовут Чак. Узнавайте все самое эксклюзивное в Ньюсбокс на любимом телеканале. Новинки и горячие репортажи от нашей неутомимой команды. Мы начинаем! Целуй! Нюша в прямом эфире презентовала свою новую песню. Как химичила группа «Моя Мишель» на концерте в Москве. Все подробности об этом и не только узнаете уже через пару секунд в новом выпуске Ньюсбокс. Поклонники Нюши уже заждались новинок от кумира. И вот случилась певица презентовала свою новую песню «Целуй» и сделала это очень интересным способом. Подробности в нашем следующем сюжете. Молодая и обаятельная Нюша уже долгое время является одной из самых востребованных певиц в нашей стране. Ее песни звучат по радио, клипы ротируются на телеканалах, а быть похожими на нее мечтают многие девушки нашей страны. Совсем недавно Нюша порадовала поклонников премьеры песни. Я являюсь автором и слов, и музыки. Очень, мне кажется, необычная композиция получилась, потому что до этого зритель, наверное, привык видеть меня больше в каком-то танцевальном жанре, с более электронной музыкой, даже где-то поп-рэн-би. Тут получился поп-рок. Но я не раз говорила о том, что обожаю экспериментировать с разными стилями, жанрами. И очередной раз я показала, что это у меня хорошо получается. Презентовать «Целуй» Нюша решила весьма интересным способом. Девушка дала живой концерт в прямом эфире социальной сети ВКонтакте. Поклонники, затаив дыхание, ждали начала выступления любимой певицы. Сама Нюша была рада спеть для такой большой аудитории. Как минимум, самая необычная презентация моего сингла. И мне кажется, что в целом за интернетом, конечно, стоит будущее. Так проще быть на связи. Так я могу поделиться такой потрясающей новостью сразу с несколькими миллионами людей. И мне кажется, это классно. Теперь осталось дождаться клипа, который наверняка, как обычно, будет на высшем уровне. Группа «Моя Мишель» в марте презентовали делюкс-издание альбома «Химия». А на днях прошли концерты в Москве в поддержку нового альбома, с которых у коллектива начался химия-тур по стране. Как прошла химия в Москве, узнаем прямо сейчас. Группа «Моя Мишель» на днях выступила в Москве со своей новой программой. Желающих посетить этот концерт оказалось так много, что для того, чтобы все поклонники могли насладиться этим шоу, артисты выступали два дня подряд. Это не могло не порадовать лидера коллектива Таню Ткачук, которая очень любит выступать перед своими зрителями. Мне очень понравилось. Я вообще люблю концерт и люблю выступать. Я бы оттуда не уходила бы. Таня натура тонкая, ведь создавать такие песни трогательные и простые для эмоционального восприятия может только человек, который парит где-то в своей вселенной и иногда спускается к нам для того, чтобы мы смогли прикоснуться к этому творческому космосу. Но все земное артистке тоже не чуждо. По ее собственному признанию, покапризничать она любит, но как можно этого не делать, если мужчины в окружении исполнительницы этому не препятствуют? Я иногда капризничаю, но вообще у меня характер золотой, да, Денис? Совершенно верно. Вот. То есть они на все твои капризы отвечают вот так. Совершенно верно, да. В этой программе музыканты сыграли не только полюбившиеся хиты и новые песни, но и спели композицию «Самолет», которую артисты не исполняли уже несколько лет. Завершился концерт заглавной песней с альбома и потрясающим конфетти, которым накрыло зрителей, подобно той химии, которая иногда с нами происходит. Как в Москве прошел концерт «Лолиты»? Какая она, Юлия Плаксина, певица с размахом отметила свой день рождения? Узнаете об этом завтра в 19.00. Не пропустите. Ну вот и все, ребята. Чаще заглядывайте в наши официальные группы ВКонтакте и Фейсбуке, а также не забывайте лайкать и комментировать фотографии в Инстаграме телеканала Russian Music Box. С вами был Чак. Всем хорошей и продуктивной недели. Субтитры создавал DimaTorzok